Сегодня у нас прямой эфир совместно с Алексеем Блокировым. Решили провести его для женщин, для мужчин. Кстати, очень часто просили женщины провести такие вопрос-ответ для их мужей. Наверное, этот эфир как раз будет на эту тему. На эту тему, чтобы было им... В общем, ответим на все вопросы, которые интересуют мужчин, которые делят этот бизнес, особенно косметически, на мужское или женское, поэтому будем с Алексеем. Очень даже хороший у нас будет диалог, я всем рекомендую его посмотреть до конца и также потом дать своим знакомым посмотреть, потому что будет очень интересно. Так, Алексей, где ты есть? Ты не хочешь сам? Мы приготовили по 5 вопросов, будем ждать. Они будут даже отчасти каверзные. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет, привет, привет. Так, привет, Леха. Ну что, ты готов? Сегодня мы с тобой проведем горячий прямой эфир на тему мужской бизнес, мужской косметический бизнес. У меня очень есть интересные вопросы для тебя. Не знаю, как ты подготовился. Наверное, темновато, да? Наверное, нет? Ну, можешь свет включить. Да, сейчас, секунду. Ой, стрелик-серемонт сделал уже, да? Кухня, да, готова. Почти. Да, я оценил. Кухня готова. Ну, ты готов, скажи, мой друг? Ну, давай, начинай, конечно. Давай, давай, поспорим турбу первой задавать. Зуэфа. Давай. Давай. Раз, два, три. Что это такое? Я не вижу ничего. Что, у меня ножницы. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Что это у тебя? У меня бумажка. Зачем это у тебя кулак был? Ладно, давай, задавай. Так, ну, наверное, всех интересует вопрос, как ты добился таких результатов? Бомбических, просто нереальных в этой компании. Как добился? Ну, да. Вообще. И второй вопрос сразу же. Сколько времени тебе для этого понадобилось? Реальные цифры людям? Просто всем интересно. Давай, расскажу. Весь опыт, конечно, не расскажу, но в целом тезисно. За сколько времени? В целом мы в компании почти четыре года. Два года занимались открытием эко-магазинов, то есть бюро складов. Мы пришли именно на это. Регионы были пустые, и мы открывали магазины-склады, в которых отслуживались дистрибьюторы. Затем мы поняли, что, ну, как мы поняли, в связи со спецификой первого бизнеса, первый у нас связан с онлайном, международное агентство знакомств, мы не привязаны были к месту. Мы решили это повторить и здесь. Поэтому решили уйти в онлайн абсолютно без опыта, вообще не знали, что делать, как делать, но сделали такой шаг в неизвестность. Ну, это, наверное, отличает предпринимателя, это те люди, которые готовы рисковать. Все, начали учиться, обучаться, вкладывать, ну, получать результаты, этому обучать своих партнеров, благо были какие-то как-то знания в маркетинге, потому что до этого я интересовался всем этим. Это позволило нам сделать свою школу, соответственно, и дублицировать свои знания. То есть не нужно уже было каждому рассказывать, а давалась платформа, на которую заходил человек, и он все получал пошагово. Довольно, так сказать, пошаговую систему, ну, а затем уже, когда появились у нас много лидеров, мы решили это все объединить вместе, совместную силу, потому что один в поле него, как ты знаешь, решили все знания, потому что у всех они уникальные. Написали так, накидали план, то, что знают лучше всего, и сделали свою лидерскую школу, объединили команду, назвали Freedom Style. Ну, да, школа очень крутая. Да, и все это и позволило нам, скажем так, расти, потому что, ну, я могу смело сказать, что мы за, как-то, от нас пошло онлайн-движение в этой компании, потому что до этого все работали старыми способами, и когда мы начали переходить в онлайн, там, вести Инстаграм, записывать видео на Ютубе, люди, ну, того поколения, которые уже были прям лидеры-лидеры, занимали топ-1 компании, топ-2, крутили вискать, типа, чего вы херня какой-то занимаетесь. Ну, мы как бы улыбались, думали, хорошо, хорошо, нас это даже мотивировало, ну, и в итоге мы стали первые и держим позицию. И, наверное, вот это вот нам дано, это сколько времени, а что конкретно дано? Ну, первое, я уверен, что невозможно построить бизнес, когда ты не любишь сам продукт, ты должен полюбить, попробовать продукт. Мы, прежде чем принять решение здесь развиваться, мы скурпулезно подошли к этому, потому что, когда здесь зашел продукт, компанией было всего три года, кто об этом не слышал, нам пришлось даже тесты мы делали, там, ну, не генетически, короче, в лаборатории сдавали, потому что все же мы привыкли, напишем, что эко, значит, эко, детское, если написано в Джонсоне, значит, безопасно, хрен там. Поэтому сами все проверяли. Это первое, нам понравилось. Второе, мы, вот именно когда начали взлетать, мы заняли твердую позицию в этом бизнесе, потому что, когда было становление компании, а все знают, что когда компания заходит, да, не всегда все гладко, не всегда все хорошо, и были определенные качели, и нас, наверное, это какой-то момент пугало, мы думали, будем мы здесь, не будем, а может чем-то еще заняться, потому что нужно было прикрывать тылы, что первый наш бизнес, наши доходы там, скажем так, в определенный момент, ну, мы, короче, попали в жопу. Ну, простите, что я так выражаюсь, ну, здесь как бы мы что делаем, попали в глубокую жопу, когда нам даже приходилось, там, у нас был лимит, там, в день по 300 рублей, при том, что семья, да, там, кружки у детей, садик платный, автомобиль, и приходилось на 300 рублей как-то вот жить, и этого, наверное, длилось, не знаю, ну, полгода, может. Ну, мы так встряли, и нам пришлось прикрывать тылы, и когда мы поняли, что, короче, мы здесь до конца, тогда мы, наверное, энергетически даже как-то наше внутреннее состояние поменялось, люди почувствовали, потому что, когда чувствуется неуверенность, за кем идти, идти-то не за кем, потому что человек чувствует, ты одной ногой здесь, а другой там, и хрен, я за тобой пойду, вроде что-то и знаешь, ну, я не уверен в себе, да. Вот именно тогда мы прямо вот почувствовали, как пошло наш вот такой, знаешь, экспансиональный, короче, быстрый взлет. Вот. Что еще нужно применять? Нужно следить за рынком и применять то, что новое, внедрять то, что еще никто не делает. Ну, по сути, это все известно, нужно просто делать. Страшно записывать видео было, мы это начали делать, прям через силу. Так как изначально бизнес был, ну, делали его для Лены, я занимался первым бизнесом, а это для нее, для души. Я ей помогал технически, и я ее заставлял, ну, моя задача была перевести партнеров, клиентов, да, то есть, а дальше она уже, как бы, обрабатывала партнеров. Ну, сама, да. Продукты, да, она, как бы, умела, у меня язык хорошо подвешен, красивая, добрая, умеет рассказать грамотно, это я, как бы, был чурбан, от меня тесан, сейчас пришлось на участие. И я приводил клиентов, она уже дальше выстраивала сетку. Вот. И видео, видео, о чем я так говорил, что видео, я писал сценарий, я ее заставлял это делать. Вот, и я хочу сказать, что процентов 80 нам таких жирных партнеров, из тех, которые сейчас есть в команде, пришли именно с канала YouTube. Это труп, это прям вот золотая жила, чего не стоит это обходить стороной. Стремно, я сейчас, если посмотрю свои первые видео, которые мы записывали, когда они казались прикольными, сейчас смотришь, думаешь, бог ты мой, так вообще, такое можно выкладывать. Но это означает что? Это означает то, что мы с нуля, без опыта, начали что-то делать, 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 и люди, как мы растем, сначала такое было стремное, сейчас мы уже по-другому говорим, были увереннее, раскованнее, все такое. Это тоже виден рост, соответственно, да, мы развиваемся и растем, это нормально. Дальше, использовать, ну, нужно, короче, системно подходить, нет что-то конкретное, вот я буду только в Инстаграме, да, или я только в Инстаграме. Ну, понятно, надо все по чуть-чуть это убрать, да. Охватывать все, потому что никогда не знаешь, откуда к тебе придет клиент, нужно все охватить. Благо это в нашей школе все есть, все это обучаем, просто нужно не лениться, и дисциплина. Вот это вот даст результат. Вот так. Ответил или еще что-то? Не-не-не, все окей, все нормально, хороший ответ, полный. Если что, там потом спросите. Ну, в процессе. Так, мой вопрос. Так, как принял решение идти в сетевой? Ведь ты золотой барон, что у тебя тут привлекло, и что послужило толчком заняться косметическим бизнесом? Потому что я помню такую вещь, что ты думал, когда первый раз съехал на ассамблею, что есть какая-то секта, когда мы там начнем руки к небу поднимать, танцевать. Да-да-да-да, к солнцу там сидела. Абсолютно к этому относился. Вот что, что? Как приняло решение, и что тебя тут привлекло? Ну, начнем с того, что зарегистрировала сначала моя жена, да, начала этим заниматься, интересоваться. Просто стала потребителем этой продукции. Там ее девочка зарегистрировала, и все. Я думал, блин, ну, занимается она чем-то и занимается, как бы вообще пофиг, да. У меня свой бизнес, у нее свои дела. И тут как раз подходит вот срок к этой ассамблеи, по-моему, в сентябре, да, 18-го, да, ну вот, в прошлой осенью. Поехали, поехали, отвези меня туда, говорит, хочу, хочу посмотреть вообще, чем люди живут и так далее. Ну, естественно, у меня какое мышление, у меня старые школы, да, сетевуха, сумки там всякие, авоськи, да, люди бегают там и впаривают всякие банки, тем более банки, косметики, ладно, там какой-то спорткит, там еще что-то, да. А тут, блин, ну, реально, да, а тут косметика, блин. Ну, ладно, прыгнули в тачку и в Москву, да, чуть-чуть недалеко доехали. А, значит, приезжаем, все как гостиница, все красиво, все нормально. И я просто увидел людей, да, ну, разного сословия, разного, как бы, достатка. То есть, ну, кто-то больше зарабатывает, кто-то меньше, ну, как бы, они все вот такие сплоченные, все такие радостные. Ну, все равно я подумал, ну, блин, ну, это же секта, они же там, блин, все друг за дружку. Но включила, включила ты и твоя супруга Лена. Я увидел, что люди с нуля, ну, с нуля, да, не имея опыта ни в сетевой, ни где-то в компании, достигли просто нереальных высот, и чек стал больше в разы, чем у меня по золоту, да. Ну, то есть, я сопоставил, как бы, все за и против, и решил помогать жене прямо в этом бизнесе, прямо серьезно углубиться, не то, что там на уровне потребителя, а именно строить бизнес в этом, потому что я увидел реальные деньги, да, бабки, что можно здесь заработать. Ну, вот, ассамблея меня включила. Вот, ассамблея и ты, ну, в частности, ты. Никто другой, там, я никого не знал, в принципе... Да, и ты меня не знал. Ну, да, 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 на вашу пару просто обратил внимание, что такие лидеры топочки и все дела. Ну, в принципе, вот так вот. Деньги, деньги. Можно сделать вывод, что посещаете мероприятия? Мероприятия, обязательно, обязательно, потому что люди же не понимают вообще всей сути. Большинство людей не понимает, и у них мышление очень старое, да, ну, там, у нас нулевые года и так далее. Понятное дело, что молодое поколение, оно уже как бы в эту сферу вливается, да, и у них везде интернет, там, какие-то соцсети и так далее, что они видят, что там можно реально заработать денег и продвигаться с помощью, там, Инстаграма и Контакта. А мы-то же этого не знаем, кому там за 30 они не понимали этого вообще. И да, нужно посещать мероприятия, это в первую очередь. Нужно общаться с большим количеством народа, нужно видеть успех этих людей. И, как бы, вот это мотивирует и включает людей. Ну, прям нас это включило, меня точно включило. Жетон, короче, провалился у тебя. Да, 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 бам, и все. Теперь ты тоже готов руки к солнцу поднимать. Да, 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 поедем скоро. Поедем в конце апреля все вместе поднимать, увидимся в Москве. Так что вот как-то так. Слышите, Игорь, молодец, что поддержал жену. Ну, это правильно, это же правильно. Один в поле не воин сказал, ну, это правильно. Нужно поддерживать всегда вторую половинку, в чем бы она ни начинала. Ты же не знаешь, где выстрели, да? Может, в этом проекте, может, в этом. Ну, я считаю, это правильно. Правильно. Давай свой вопрос. У меня, кстати, вот из ответа, который ты давал, у меня есть два вытекающих вопроса из этого. Они у меня же заранее записаны, просто вот там будет ближе к этому. Ну, я чуть-чуть, наверное, отойду. Ну, вы как с женой, как бы тебе задать вопрос сейчас? Я же тоже бумажечку заготовил, по-твоему. Да, 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 да. Я знаю, что я заготовил. Просил подсказки. Да. По чем? Всегда ли вы с супругой единогласны в принятии очень каких-то важных решений? И что вы, и как вы находите компромисс вот в этой ситуации? Потому что мы со своей, как бы вот в плане MLM бизнеса, мы вообще, ну, ты же знаешь, да, мы просто вообще друг друга иногда готовы просто порвать, блин. А вот как вы с этим справляетесь и бывают ли у вас такие ситуации? Несмотря на то, что вы уже топчик прямо. Так что вот так вот. Прикольный вопрос. Ну, как мы, бьем посуду, там, деремся? А, шучу. На самом деле, может быть, со стороны все выглядит так, все успешно, так, прикольно, красавчики, да, но за этим успехом стоит определенная работа над собой. Скажем так, что вначале, вначале нам на самом деле было тяжело вместе работать, скажем так. Почему тяжело? Просто я немного, у нас разное мышление, да, плюс я мужчина, она женщина, но я, как бы, больше с точки маркетинга подхожу, а она с точки, как бы, ну, наш внутреннего ощущения. Но настал тот момент, когда мы просто договорились. У нас есть определенная зона ответственности. Я занимаюсь, как бы, привлечением партнеров, а она их обрабатывает. Так было. Сейчас немножко я уже, как бы, у нас родился ребенок второй, и эти функции, ребенок я тоже на себя взял. И мы уже, как бы, взаимодействуем, знаешь, друг друга дополняем. Но было так изначально, что я приводил людей, я занимался чисто тем, чтобы перевести, привлечь партнеров, создать, так сказать, поток клиентов, будущих партнеров. А ее задача работать с командой, ее задача, ну, как бы, рекрутировать. Также моей задачей было технические моменты. Меня, как бы, наверное, года пол назад еще мало кто знал о том, что я, вот, в бизнесе, в этом. Я, как бы, приезжал на ассамблею, ну, такой, знаешь, типа, сбоку с приперку. Хотя, все технические моменты выполнял я. Это, я взял на себя ответственность, там, создать вот платформу, на которой обучаются люди, да. Определенные знания по YouTube, по Instagram, все вот эти вот моменты, которые позволяют привлекать, да. То, чему, как бы, что нам и позволило выйти на определенный уровень в компании, определенный уровень дохода. Вот, это все, как бы, ну, не то, что я, там, супермолодец. Наверное, супермолодец. Наверное, да. Вот. Вот, ну, мы занялись той, ответственность поделить то, что лучше у каждого получается. Вот, и вам, наверное, стоит подумать, у кого что лучше получается. Может быть, у тебя круто получается с людьми общаться и рекрутировать, свободно, да. Ну, на самом деле, этому кто-то должен учиться, а кто-то это умеет сразу. Вот. У меня, я просто умел то сразу. Ну, поэтому, ну, в связи с тем, специфика прошлых бизнесов, я, как бы, это мне позволило сделать такую базу. И все. И тогда у нас, ну, перестали быть разногласия. Ну, мы очень долго к этому шли, если бы раньше договорились с этим. Но я хочу тебе сказать, разногласия будут в любом случае это нормально. Потому что все мы люди, пожарные, врачи, да, сетевики, это норма. Потому что, ну, у меня свое видение бизнеса мужского, у нее свое женское. И прикольно себе за стол переговоров и обсудить. Сейчас мы все решения принимаем вместе. Я говорю, что, смотри, я хочу вот так вот. Лена, придет идея, Лена вообще у меня генератор идеи. Я так не умею. У нее постоянно, она вот, у нее так в душе. Она идет в душе, у нее все, выходит, там, успевай записывать. Вот, понимаешь, все, я придумала, надо вот это, вот это. Она накидала, я сел, проанализировал, я, как бы, с точки зрения логики. И потом сказал, а это херня, это убираем, это не убираем. Хотя у меня есть такая привычка, вначале сразу все рубить, типа, все. А я думал, что это ты придумываешь, а не Лена. У нас по-разному бывают. Какие-то идеи, я, какие-то она. Ну, у меня Лена больше генерирует идеи. Я не знаю, у кого что выстреливает, как бы. Ну, потому что мы уже неделя, знаешь, ты придумывал, я придумал. Появилась идея, мы ее фук записали или сразу внедрили. Или раз, идея, сразу команде. Так, ну, у нас лидерский есть чат, да, мы туда. Ребята, как им идея сделать, то-то, то-то, то-то. Так пришла идея создать школу президента, которую мы ведем. Ну, лично я сейчас веду. Где эти курируют пошагово. Ну, да, да, я ее прошел. Вот, молодец, сертификат на стенку повесил. Да, 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 повесил. Нет, еще не повесил. С ремонта доделаю, повешу. Поэтому, ну, вот так вот. Другого не знаю. Но это нормально. И мириться, и ссориться в этом бизнесе. Но бизнес – это бизнес. Просто нужно в определенный момент не перегибать. И решить, кто, что, чем будет заниматься. У кого, что лучше получается. Вот, когда договоритесь, понятно, будете там заходить на чужую территорию, не без этого. Но все равно. Ты можешь спросить с нее, а она может спросить с тебя. Но это, если знаешь, тоже нужно не переносить отношения, да, мужчина-женщина и бизнес, чтобы это накладывалось. Ты, гандон, ты там это, я тебе говорила. Ну, да, да. Оно у вас само как-то, у нас как-то, вот оно само собой получилось. Я не знаю. Ну, вот так вот получилось. Так, там ребята писали сейчас. Так, сайты создал, все знания упаковывал. Школа сейчас ее учат. Молодец. Спасибо, Леночка. Так, а вот. Как вовлечь своего мужа в бизнес? Слушай, Лех, я, грубо говоря, не знаю. Мне на самом деле, я хочу так сказать. Как вовлечь мужа в бизнес? Ну, есть мужчины, просто, я знаю, делятся на несколько категорий. Которые, вот, есть мужики, которые не любят, чтобы их женщины зарабатывали больше, чем они. Потому что они думают, все, я ее теперь не могу держать везде. Она сама достаточная, короче, мне может по сраку дать и поедать свидание. Ну, это неуверенные все мужики. Ну, это да, это да, 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 да. Такое есть у некоторых людей. Которые, наоборот, там, лишь бы, вот, чем бы моя жена занималась, лишь бы, вот, это мне мозг не делала. А вот пусть себе как хобби там будет, а потом это хобби перерастает в основной доход. Как привлечь? Ну, первое, это взять поговорить. Второе, это свозить на мероприятие, на ассамблею. Увидеть нас, увидит вот Алексея с женой. Увидеть семейные пары. Это его может включить, что он поймет, что здесь есть деньги, он может пообщаться с нами, с лидерами. Отдельно там с мужиками постоим, по курам, поболтаем, там, попьем. Ну, он должен это прочувствовать. Когда он поймет, что здесь можно зарабатывать деньги и что тут нужно кого-то обманывать, ходить кому-то впаривать, потому что у него, скорее всего, зашорено здесь, здесь нужно что-то в банке. Ну, понятно, как у меня было, то же самое. То же самое. Ну, одни и те же у нас ошибки у всех, это одно и то же мышление. Вот и все. Вот и все. Короче, вези его, Марина, вези его или там друзей своих, кто там, кого платит, на конференцию 27-го, 28-го апреля. После этого, если он скажет, нет, это херня, тогда вообще не стоит его привлекать. Если он загорится, добро пожаловать в команду. Да? Да, согласен, полностью согласен. Надо посещать мероприятие. Да. Ну, и мы же... А, вот, Марина говорит, показывай результат. Так, ему похрен. Блядь, что не мотается? А вот... Ну, я не знаю, что он, наверное, может, он боится, что ты больше не можешь зарабатывать. Нужно как бы разговаривать. Лишь бы он тебе палки в колеса не ставил. Понимаешь? Или зарабатывая себе, не хочет, своим делом занимается. Не всем же быть сетевиками. Ну, как бы, это нормально. Кто-то пожарным не должен быть. Он легким золотом занимается. Просто, короче, это следующий вопрос. Я ответил, да? Да, ответил, да. Так, дальше. Вот. Как ты... Сейчас, сейчас. А вот, как совмещать основной бизнес, ну, то есть, да, сколько ты, как ты совмещаешь основной бизнес и сетевой? Ну, начнем с того, что у меня бизнес, он не привязан к месту. То есть, я не встаю в 7 утра, там, куда-то на работу, в офис, там, еще что-то. Я, там, не делаю половину из того, что делают люди, у которых обычный бизнес. У меня оптовый бизнес ювелирной продукции. То есть, вся моя работа заключается также в поиск клиентов. Он чуть-чуть схож с MLM бизнесом. Ну, у тебя нормально, да? Он немножечко пересекается с... Вот, я когда начал вникать в MLM бизнес, и мой бизнес, он немножечко параллельно идет. Так же я привлекаю клиентов, так же я ищу клиентов. И так же я продаю. Я же продажник. Я же 15 лет уже в продаже. И мой бизнес, он позволяет это делать. То есть, без проблем. Я могу, там, летать. Там, сегодня я в Тюмени, завтра я, там, в Анапе. И послезавтра я, там, в Новороссийске, еще где-то. Я постоянно передвигаюсь, постоянно летаю. И MLM бизнес, это... Телефон же всегда с нами. Вот. Вот и все. Так же и мой бизнес. То есть, я в своем бизнесе не вижу никаких проблем, чтобы заниматься еще и сетевым бизнесом. Вообще не вопрос. А как считаешься, если бы ты не этим бизнесом занимался, ну, каким-то другим, был бы потяжелее график, имело бы смысл совмещать? Блин, ну, конечно. Посмотри, есть же у нас там обеденное время, там еще какое-то, вечернее время. Все говорят, блин, много дел, мы заняты. Да не может такого быть. Все же люди, правильно, они как-то распланируют свой день, да? Ты же тоже не дома сидишь, да? Не бездельничаешь. У тебя там какие-то дела туда-сюда-туда. У нас есть телефон, у нас с собой всегда телефон. Это раньше же у нас не было ни интернета, ничего, и продвигали люди там какие-то встречи, еще что-то, да? А сейчас это все в интернете, все онлайн. Там человек сидит на обычной работе, да, в офисе, и может без проблем заниматься этим бизнесом. Ну, как я его вижу. То есть я не вижу проблем вообще. Было бы желание. Да, было бы желание, и чек, деньги, деньги включают людей. Он же зарабатывает, например, у него какой-нибудь там магазинчик маленький, да? Сейчас времена не сладкие, и в торговле нигде, да? Он зарабатывает там 100 тысяч. Он пыхтит, он платит налоги, он содержит продавцов, там еще что-то, у него куча, куча всяких... Деньги, товарищи. Да, головных болей. Он вкладывает постоянно товар, постоянно надо ему что-то, ну, чтобы это было, крутилось, вертелось. А тут тебе не надо ничего вкладывать. Тут только вкладываешь в себя, в свои знания, и в принципе на этом все. Ну, я не вижу проблем. Такой вопрос написали, и люди пишут. Ука, целесообразно ли вложить деньги сетевого в линейный? А, наверное, они имеют в виду, что когда ты зарабатываешь бабки в сетевом, уйти в линейный бизнес. У меня был такой вопрос к тебе, записанный даже на тетрадочке, рассматриваешь ли ты какой-то параллельный бизнес, кроме сетевого? Наверное, там такое писали, а это имеет в виду? Что бабки вкладывать в другой бизнес? Ну, вообще, как бы имеет смысл, если есть деньги, ну, как инвестицию, конечно, имеет смысл. Если наоборот, из линейного в сетевой, ну, смотря на какой сетевой, лично в нашем сетевом, ну, вкладывать не надо, поэтому, ну, разве что только в себя-то вкладывать. Но я не считаю, что это вложение, да, как вот куда-то в магазин, это ты в себя, для себя, как минимум это у тебя останется, да, а не на ползах магазина. Немножко непонятно, можете там, если что, перезадать этот вопрос. Нет, если он имел в виду, что если ты зарабатываешь в сетевом, вкладывать в обычный бизнес, то я думаю, что нет смысла. Инвестировать, как ты сказал, да, в какую-то там в акции, облигации, там, недвижку, там, еще что-то, что тебе в дальнейшем принесет доход без проблем. Возвращаться опять, опять же, в линейный бизнес, кучу должников клавить. Да ну, это вообще, блин, он, наверное, просто не понимает, что такое вообще бизнес, обычный бизнес. Он, наверное, не занимался этим. У меня было там и розница, и магазины, и бар, и только что не было. И супруг у нас был там швейный цеха, ателье. Да ну, нет, не стоит такого дела. Вот, я тоже в этом. Слушай, ты пишешь, а что посоветовать тем девочкам, у которых мужья запрещают работать в сетевом, считать, что здесь нет денег? Ну, первое, это визите на мероприятие, вы увидите, что здесь есть деньги. Как минимум, познакомитесь с нами. Второе, просто сесть, поговорить с открытым сердцем, сказать, дай мне три месяца, и вообще меня не трогай. Ну да, показать какой-то результат. Да, покажешь результат. У нас есть даже такие истории, когда Рима Шевченко, я помню, мы в Питере встретились с ее мужем, она приезжала, там, братья была, от компании, поездка, подарок. У нее, все сути точно не помню, что произошло, но, короче, она себе сказала, что если она не сделает результат, она разведется. Ну, потому что он тоже палки в колеса. Короче, она сделала результат, они сейчас вместе в бизнесе, они скоро идут вместе на Кипр, они получили тачку от компании буквально, там, три-четыре месяца назад, новую. Ребята, все, пожалуйста, на мероприятие. Опять-таки, мужика включил на мероприятие, он приехал, подарила компания, он приехал, посмотрел, пообщался с руководством, с топ-лидерами, он понял, что здесь прикольно, что здесь никто, никого не нафиг, что здесь есть деньги, все, одно, все сводится к одному. Ну, да, либо мероприятие, либо стол переговоров, чтобы он ее просто не трогал. Да, дайте себе время. Да, дайте себе время, если вы, конечно, готовы показать результат, если вы скажете, просто знаете, сетевые-то разные, мужик, наверное, не хочет, потому что нет денег, потому что были раньше сетевые проекты, когда вместо денег приходилось покупать продукцию, и эта продукция, для того, чтобы он мог ее тратить, или вы там, на семью, увидел эти сраные коробки в коридоре, в куче... Да, 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 завалено все, ну... И, знаешь, только на хлеб оставалось намазать, потому что денег дома нету, зато продукция с ним, нахрен, наверное, нужна. Поэтому он, как мужик, у него есть определенное ответственное, что семью нужно кормить, а не вкладывать, вкладывать, нахрен такой день. Возможно, у него шоры еще из-за того, но это нужно индивидуально. Ну, в целом, я думаю, понятно. Вот, Духа пишет, нет, не уйти, а уложить. Ну, я говорю, опять-таки, повторяемся, да, Леха? Я бы после сетевого, именно конкретно в линейную, не вкладывал. Инвестицию в какую-то, недвижимость, имуляция, облигацию, что-то еще. Ну, да, либо в IT какую-нибудь индустрию, проект какой-то, в интернет. Ну, IT-индустрию, но никак не в линейный бизнес, никак не на земле, и вообще, ну, это бред. Ну, я считаю, не стоит вообще. Да. Так, Алексей, Алексей, ты вопрос задаешь? Нет, ты же, я же тебе дал, ты ответил. А потом мы начали читать то, что пишут люди. А, все. Задаю тебе. Нет, я тебе, как совмещать основной и сетевой, ты ответил. Теперь ты задаешь. А, я задаю. Да. Ну, вообще не вопрос. Ты каким-нибудь образом мотивируешь себя? Ты заставляешь себя, ну, вот, ежедневно выполнять какую-то работу? У тебя понятное дело, что, имея такой большой статус в компании, как у тебя, в принципе, можно особо, ну, не напрягаться, да, так скажем? Ты же должен себя как-то мотивировать каждый день вперед-вперед. Ну, что ты делаешь для этого? Это важно для людей, которые опускают руки, что ничего не получается. Ну, вот, ты понял мою мысль, да, мысль? Что ты именно, конкретно, ты делаешь? И как ты себя мотивируешь? Первое. Меня мотивирует моя команда. Понимаешь, есть большая ответственность перед командой. Это как бы не наемные сотрудники, да, но это команда, которая смотрит на тебя, которая идет за тобой. Ты, например, на тебя равняются. Дальше спонсоры, как бы, ну, в случае единичность, есть, ну, как говорится, дальше спонсора не пойдет. Ну, особенно на старте человек не пойдет. Ты должен показывать пример определенный. Это меня мотивирует, чтобы делать больше, вот, затем. Всегда нужно держать команду, опять-таки, все свойства команды, в тонусе. Придумать какие-то определенные, вот, те же обучения, да, сейчас запустили, и это меня я раньше, ну, могу встать, пока раскачаю. Сейчас у меня есть определенные задания, да, я работаю с командой. Что меня еще мотивирует? Меня мотивирует моя жена. Скажут так. Это сто процентов. Как она меня мотивирует? Ну, как горят. У меня она на фразу говорит, что я отчасти согласен, отчасти нет. Что мужику что достаточно? Газетку, колбаску порезал, и все, ему все нормально. Вот. Отчасти да. Но меня мотивирует то, что, ну, блядь, не знаю, как это. Ну, команда, жена меня мотивирует, что она в какой-то определенный момент может дать мне просраться, грубо говоря, что, а, камон, начнись, давай. Сейчас уже пореже, раньше это было чаще. Следующий момент. Меня мотивирует спорт. Нужно ждать где-то энергию, а где ее брать? У каждого человека должен быть, нужно быть хобби. Хобби – это, знаешь, такие маленькие победы, которые ты потом перекладываешь эти маленькие победы на бизнес. Я хожу раз-раз регулярно на тренажерный зал. Занимаюсь тренером. Считаю, что как и в бизнесе, так и в спорте нужен наставник, мой интерьер, который будет тебя вести. Потому что с тренером результат намного больше. Твои победы намного круче. И это 100%. Меня спорт мотивирует. Дальше дети меня мотивируют. Да, наверное, это самое главное – дети. Потому что на мне ответственность лежит, чтобы я хочу, чтобы… Мне жена привела любовь к путешествиям. Я раньше не очень любил это делать, а сейчас очень люблю. Это страны, мировоззрение расширяется. Ну, в целом, вот так вот я мотивируюсь. Но, по большей части, это команда. Когда появляются люди, мне интересно… А, еще что мотивирует? Меня мотивирует результаты наших людей, наших партнеров. Вот. И очень прикольно, когда вот мы были топ-1, у нас уже была такая стагнация, мы уже год держали эту позицию. И тут появилась Кинже. Раз. Херрак топ-1. Выстрелила, да. В топ прям. Да, да, да. И мы очень счастливы. Это прикольно, когда партнеры тебя перескакивают. И это в тот же момент тоже тебя мотивирует. Ну, да, чтобы не отставать и вперед-вперед-вперед. Да. Ну, это азарт. Азарт. Согласен. Вот, вот. А вот как раз тоже исходящий вопрос, вот, как ты задал, да, примерно такого же характера. Сейчас, сейчас. Как ты считаешь, успехи других людей, они тебя мотивируют? Ну, скажу про тебя, потому что про многих говорили, это такая абстракция будет, вот, именно про тебя. Потому что я слышал такое, что успех, нужно быть очень таким целеустремленным мужчиной или женщиной, которые, знаешь, когда увидят, что люди там делают большие успехи в этом бизнесе, да, и в целом бизнесе, и от этого заряжаться. Многие, наоборот, думают, я говно, короче, меня ничего не получает. Ну, да, 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 в подушку плачет, и все, и да. Да. А, вот как у тебя это? У тебя это мотивирует, или наоборот, это тебя... Нет, у меня наоборот. У меня, смотри, у меня в бизнесе, у меня очень много знакомых, которые реально добились очень высоких результатов. У них там свои фабрики, ювелирные, да, там еще что-то. Я, как бы, общаюсь в этом кругу, где есть люди всегда на порядок выше меня. Вообще всегда. И так же в МЛМ индустрии. Я вижу вас, вижу там еще кого-то. У них, ну, прям результаты, результаты. Понятное дело, что я раньше офигевал. Думал, блин, а когда же у меня будет, надо все бросить, и еще что-то, ну, мысли разные бывали. Да, да, да. Вложить бабки, вот так щелкнуть, и все, и у меня все будет, все статусы там и так далее. А что будет потом, неизвестно, блин, вообще пофигу. Было же такое, ты же в курсе. Да, да, было. Нет, нет, я же за всеми наблюдаю. Я наблюдаю там за Казахстаном, за Кинжей, за тобой, там, еще за людьми, которые растут. И я хочу, пусть не перерасти, да, но на данном этапе развития это очень сложно, сделать, ну, для меня, по крайней мере. А хотя бы встать рядышком, да, это меня мотивирует. То есть, я хочу догнать, я хочу догнать. Ни в коем случае я там не гноблю себя, там, еще что-то. И жена у меня, в принципе, то же самое. Нет, мы хотим догнать. Нас это реально мотивирует, то, что мы смотрим каждый день, что люди добиваются, люди зарабатывают, и мы хотим так же. То есть, ну, это мотивирует. Это наоборот, не то, что вот, как ты сказал, что у людей там, они начинают себя гнобить, все у них плохо, и, как бы, в подушечку плачут. А что посоветуешь тем, кто так думает, которые наоборот, вдуваются? Как им, ну, как быть вообще? Ну, во-первых, давай так, что в этом бизнесе стартует сразу же единицы. Ну, у кого просто вот так выстреливают на раз-два, на месяц-два, и единицы таких людей. Я так думаю, нужно всем просто чуть-чуть набраться терпения и подождать. И чуть-чуть подождать. Ты же мне сам раньше говорил, что, блин, ну, ты подожди немножечко, все как-то постепенно будет, да? Ну, не просто подожди, что-то для этого делать? Ну, это понятное дело. Надо саморазвиваться, обучаться и вкладывать в свои мозги и разбираться вообще в этой всей индустрии. Блин, я посоветую людям не бросать вообще это дело, потому что за интернет-маркетингом, за MLM-бизнесом вообще будущее. Мы скоро не увидим никаких ларечков, ничего у нас этого не будет. И все, что мы будем выкупать, это практически в интернетах это все делать. Блин, я этим людям посоветую набраться терпения, сжать прям кулачки и начать, сука, что-то делать. Вот прямо это дело каждый, да, каждый день ты долбишь, долбишь, долбишь и долбишь. И развиваться. Обучаться и развиваться. С какого ты города спрашиваешь? С Костромы. Костромская область, город Кострома. Ювелирная столица России. С Золотой Бароной. Да, 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 и Сусанин у нас, все у нас. Были, были, был там. Был, был, да, знаем. По лесам ходили. Да. Был Алексей, кстати, он меня из Москвы прям забрал, привез к себе, накормил, напоил, экскурсию провел, провели потом презентацию и в ночь мы уехали. Да, жалко, холодно было, не погуляли особо. Слушай, кто-то вот спросил, как найти мотивацию в себе для работы? Давай, я отвечу, потом ты ответишь. Да, 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 сложный такой вопрос. Как найти мотивацию? Ну, слушай, нужно вообще понимать, для чего ты это все делаешь, нужно тебе это или нет. Я всегда говорю, что нужно в первую очередь всегда договориться с собой. Встала перед зеркалом и договорилась, что я буду делать вот так-то, мне нужно это, ради этого я делаю. Если тебя все устраивает в жизни, то как бы столько ты себя не мотивировал, ни хера не будет. вот у меня такая позиция, договориться с собой, что я буду, я хочу, мне это надо, ради чего? По-другому, как бы ты там себя не уговаривал. Когда ты договорился, занял твердую позицию, тебя там, знаешь, как ракета разогнал, как поезд, нарезал задачи, что тебе для этого нужно делать. А благо в нашем бизнесе есть ментер, который тебе может нарезать задачи, и только обратись. И тебе нужно ни в чем не придумать, ты начинаешь 1, 2, 3, и не спрашивать его, а зачем это надо, а вот просто тебе сказали сделать, ты делаешь, а не говоришь, знаешь, как вот спорт есть, мне тренер говорит, нужно делать сам сейчас отжимания, я говорю, нахераш не вот это, я же там в джинде, он говорит, я так и не делаю, я спрашиваю, сколько раз, так и здесь, вам сказал куратор, нужно вот это, не спрашивай, а зачем, сколько раз, и погнали. Вот, я вот так считаю, я вот так, только, ты как? Ну, я согласен, ну, и мотивация для людей должна быть, ну, какие-то, какое-то развитие, какие-то деньги, ты понимаешь, это же мы все пришли из-за этого, ну, из-за денег, да, мы все хотим очень хорошо жить и зарабатывать, и эта индустрия позволяет, позволяет людям без вложений, материальных, я имею в виду, вложений, зарабатывать хорошие деньги, мотивация должна быть, я не знаю, дети, все сделать лучшее там для детей, для себя любимого, там, какие-то гаджеты, какие-то путешествия, машины, там, еще что-то, блин, ну, это же пока, куда-то может. если вас устраивает кредиты, если вас устраивает ездить на ДО, ЛАНОС, если вас устраивают маршрутки, и там, и работать в девяти, там, на пятницу, и там, в субботу бухать, то, нахрен, не мотивируйтесь, и так все нормально в вашей жизни, ваша жизнь, по сути, там, стоит сколько? если там множить, там, ну, порядка миллион долларов, то, ну, там, да, за всю жизнь, да, можно же сделать. вы вас закопали и забыли, я бы не согласен, что моя жизнь стоит за ДНЯМ, я бы больше хочу, хотя бы, это, это, еще очень хороший результат, ЛЯМ, а у нас же как, у нас же люди-то, ну, я не хочу обидеть никого, там, кто зарабатывает, там, 20 тысяч, 30, мы тут письками не меряемся и деньгами, как бы, тоже, но, по сути, человек среднестатистически зарабатывает у нас 30-40 тысяч рублей в месяц, в год, он зарабатывает, скажем, полмиллиона рублей, 10 лет, 5 миллионов, там, 20 лет, 10 миллионов рублей, ну, возьмем плюс, там, премии, 15 миллионов рублей заработает он за 25 лет, а половину откидываем на еду, на проживание, треть откидываем мы на коммуналку, на кредиты, на ипотеку, и то вряд ли еще и не хватит, и что остается у вас на пенсии, 1 миллион рублей, там, образно говоря, и все, а жизнь-то у нас вот так вот, хоп, и она пролетела, тут все индивидуально, но на месте сидеть не стоит, классно сказал, так что вот, мое видение такое, наверное, это переговоры, да, принимаешь, что ты раскидал, раскидался, цифры, все четко знаешь, но иногда, да, иногда людям же надо донести это, что, блин, вот они денежки-то, вот, как бы, результат будет, там, еще что-то, но, но по сути, очень много людей, вот я столкнулся, да, с занятием этим бизнесом, очень много ленивых людей у нас, очень много, никто, ничего, половина не хочет делать, ничего, как бы, их не интересует, и идите вы со своим сетевым, куда подальше, но через пять лет все изменится, индустрия развивается, и сейчас она просто еще набирает очень много оборотов, и как бы все изменится. Возможности очень большие, тем более дорожка протоптана, не нужно ничего придумывать. Плюс, кому не хватает, не хватает общения, не хватает там, они какие-то замкнутые, еще что-то, это же, блин, это поменяются все там знакомые друзья, целая индустрия, прям, очень много разных людей, со всеми познакомился, кто-то еще что-то, это полезный бизнес, полезный бизнес, в сфере развития. Вы знаете, что ребята решают? В жизни решают две вещи, это энергия, без энергии вообще невозможно, и связи, все, даже деньги не все решают, были бы связи, можно и без денег, но с связями делать очень крутые вещи. Согласен, и география у нас очень большая. Да, так, у меня много регистраций, у меня никто не работает так активно, как я, ленирует, ну да, обучаю, но тут нужно, это тема другого разговора, если что, напишите в личку, может быть, там Алексей вам поможет, либо я, у него, у Алексея опыт уже в этом хороший, с меня тоже не включались, тут и сейчас он берет биту, и все работают нормально. По сути, да, по сути. Я задаю, да, теперь? Наверное. Так, как ты считаешь, в этом бизнесе, успешнее мужчины или женщины? Как-то, знаешь, такой вопрос. Во-первых, у меня очень мало знакомых, да, кто занимается этим бизнесом. Во-вторых, кто занимается, в основном, девчонки. и сказать, что это мужской бизнес или женский бизнес, сказать неправильно, потому что у каждого же разный подход, у девчонок одних, у нас с тобой другой, да? Если мы рассматриваем семейные пары, то, естественно, им надо вместе. Я просто со своей женой вместе, ты вместе, там, еще у нас пары с супругами или супруги с нами, неважно, кто с кем, да? Но две головы лучше, чем одна. То есть женский мозг, мужской мозг и вкупе они как бы делают результат. А то, что, да, да, то, что мне же тоже друзья говорили, блин, Леха, ты что, это банки, косметика и так далее, это вообще бабье дело и так далее и тому подобное и вообще не лез туда. Блин, я не разделяю женский или мужской. Бизнес это бизнес. Как ты иногда говорил, да, что здесь нету, нету пола. У этого бизнеса нету пола. А то, что там банки или косметика, ну, блин, ну, мужик же должен... Проводам и вагонами, кто тебе мешает. Да, 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 мужик же должен разбираться, он же тоже использует косметику, блин, мы же тоже используем там крема, используем шампуни, используем там какие-то средства личной гигиены, парфюмы и так далее. Ну, блин, да, не хочешь продавать там каталогами, продавай вагонами, блин. Я товарищ мой написал, что-то там тоже, он в корище укладывал там кремами, что-то он мазался. Я говорю, что, тоже балуюсь? Он говорит, да, потому что через лет так 10 мое лицо будет похоже на жопу. Шарпея. Да, я говорю, да, это точно, короче, но это нормально. Но... И тем более, как бы, да, правильно говоришь, мы не делим женский, мужской, это неправильно. Куча... Мы здесь нужно смотреть на аудиторию, правильно? Ну, да, конечно. Покупает кто? Женщина, а нам главное что? Нам главное товарооборот создавать. А женщина это прекрасная целевая аудитория, которая больше всего тратит в мире денег на все. Они даже бетон покупают больше и чаще, чем мужчины, чтобы это не было. Не говоря о косметике. И больше, чем... встречный вопрос. Я теперь задаю, да? Да. Ну, давайте... Осталось 12 минут. А, ну да, эфир у нас час, и потом вырубится все. Давай. Так, про мотивацию я говорил. Давай, значит, что помогает тебе принять... Как сказать правильно? Что помогает принять решение в сложной ситуации? чем ты... Откуда ты берешь это все? Откуда? Ну, например, ситуация какой? Ну, в бизнесе, в семье, там еще что-то. У нас разные ситуации. Просто образный такой вопрос. А мне интересно твое мнение, как человека, добившегося очень много больших результатов, столкнулся с нереальным количеством проблем, да? и вот что помогает тебе принять решение? Давай начнем в бизнесе. Давай. Хорошо, спасибо. Ну, у меня все еще, короче, говорю за себя, не буду за всех, за себя. У меня логический склад ума. То есть, я всегда раскладываю по полкам. Почему так? Даже если я с кем-то спорю, то я всегда ну, факты, факты, факты по полочкам было чем крыть. мне сказали, давай разберемся. Я руководствуюсь логикой. Первое. Второе, говорит мой товарищ, здравый смысл и юмор нас спасут. С этой ситуацией можно посмотреть на ситуацию с юмором. Ну, вообще, не знаю, это, наверное, какое-то чувство седьмое какое-то. Все зависит тоже от ситуации. Я, знаешь, если вот семейная, да, какая-то драма, то виноваты всегда оба. Нет, кто-то один, да, там, ты козел, а я красавица. Это неправильно. Всегда оба виноваты. И тут нужно за стол переговоров. Но это не стоит делать в горячке, когда остыли, там, 3-5 дней нужно пройти, потом разбираться говорить, потому что можно лично наговорить. И договориться. тогда я принимаю решение. Если в бизнесе, ну, в бизнесе вот так вот нужно принимать решение, я считаю, потому что возникает идея, она живет 72 часа, ну, трое суток. Потом твой мозг так устроен, что он начинает придумывать какие-то отговорки. Ну да, отмазки отговорки, И вот же задача какая? Инстинкт самосохранения срабатывать. Нам нужно сохранить свою жизнь. Там же ни хера неизвестно. Там же что-то вообще куда-то идешь, там непонятно что, сиди здесь, все нормально. Поэтому нужно идти там не страшно. Идея, если возникла, я ее записал, если я ее разложил за плюсы-минусы и стараюсь фокусироваться на плюсах и вы ее делаете. Пока горишь. Если подождал чуть-чуть, все. Ну да, принимать решение надо сразу. Она уже не такая классная, потому что кучу причин вылезла. Ну и здесь опять-таки логика, я не люблю эмоционально принимать решение. Хотя, может быть, и стоило бы научиться. Вот у меня Лена любит все эмоционально. Мы же сейчас от компании получаем квартиру и рассматриваем там жилье. Все, короче, я узнал, едем на Кипр. Там круто. Я тоже, значит, да, прикольный Кипр. Все, погнали. Там недвижимость недорого, очень крутая недвижка, экологически чистое место, все, вид на жительство дают детям английские, агарвардские какие-то школы, все. Ну и потом я сел и давай, короче, логически это размышлять. По полочкам. Кидал, накидал, накидал и такой, смотри, короче, нам на данном этапе вот это, вот это, вот это. Она такая, да, точно, ладно. Я как-то вот так вот делаю. У меня нету какого-то специального алгоритма, оно само по себе приходит. И, наверное, это все-таки опыт, определенный опыт. Часто делаю неправильные вещи. Нужно еще, вот знаешь, что нужно еще уметь признавать свои ошибки. Ну да, очень важно. В отношениях, можно залупиться и все. Вот у меня была вчера ситуация, короче, общался там, ну рекрутировали, партнер появился. И у меня как бы заготовленное сообщение было. Первое сообщение я там на вы, добрый день, с удовольствием вам расскажу. А следующее сообщение у меня там вам и на ты. Я тебе покажу, ты прими решение. И она мне там ответила-ответила, потом говорит, типа, а что вы на ты, у вас так принято? А я думаю, ты что еще? В чем десерт, мы же о бизнесе говорим, я тебе информацию даю. А кто вы, Я обратилась ко мне. Я Елене говорю, слушай, что нам вообще гонят что ли? Она говорит, слушай, ну, здесь ты по большей части не прав, потому что мне было тоже непонятно, прежде чем перейти на ты, я всегда спрашиваю, а мне типа, что за херня? Мне непонятно. Я потом сначала вспылил, думаю, что ты пошли вы все нафиг. Все нормально. Мы же о бизнесе говорим, я как бы открытый, как с другом, с товарищем, общаюсь, понимаешь, в том, понимаешь, что действительно, может быть, человеку было неприятно. Ну, тактично, все разные, все разные люди. Извините, пожалуйста, давайте на выкуп. Ну, я извинился, хотя вначале у меня был, типа, так пошли вы все, одна дорога. Ну, про себя думаю, что жена куда-то чушь несет, что это, и нужно уметь вовремя принять, ну, остановиться и принять. Я вот так вот. У меня вот так происходит. Ну, я наоборот в лоб прям. И все. Да, я либо пал, либо пропал. А потом, блин, а что же я сделал? Блин, а как надо было? А потом уже начинаешь по полочкам раскладывать. Ну, жена именно иногда тормозит. Она прям отдергивает меня. Все, стопэ. Так что вот так, как-то так. Так, мой вопрос, наверное, это надо будет финальный. Ну, на самом деле, очень много вопросов и нифига не успели. Ну, Давай тогда еще сейчас вторую часть сделаем. Ну, завершиться, сохранить и дальше еще раз выйдем в эфир. Да? Так, сейчас, сейчас. Когда твое желание зарабатывать проснулось у тебя? Вообще, образно? Прямо как у человека? В целом, в целом, да. Так вот, чтобы именно заниматься бизнесом. Когда? Ну, вообще, в детстве. Вообще, в детстве у меня проснулась, женя, иди как к деньгам, к хорошим вещам и стремиться всегда быть, если не лучше всех, но хотя бы параллельно идти этому, как бы, течению. я вообще по сути, никогда не работал на кого-то. Ну, у меня была одна работа, это еще в студенческие годы, я работал в крупе в казино. Был у меня такой опыт, несколько лет и я отпахал за столом, картишки, там, рулеточка. Это была единственная моя работа, где я на кого-то работал. и потом по истечению закончил институт, получил образование, которое оно мне нафиг не нужно вообще. То есть, я противник высшего образования. Ну да, галочку поставил, закончил юридический и все, на этом все. Я противник высшего образования. Так что, пошел в бизнес, сразу открыл бар, у меня был собственный бар. Я закончил институт и сразу купил бар. то есть, опять же, на кредитные деньги, там, еще что-то. И вот начал заниматься бизнесом. Я всегда в жизни старался заработать много денег. Всегда. Во всем, в любой сфере, там, еще что-то. И сказать, что вот меня прямо так включило что-то, когда надо зарабатывать, я всю жизнь стремился зарабатывать и зарабатываю. И зарабатываю, и сейчас стремлюсь как бы к этому. А как считаешь, у тебя это пошло от мамы или от папы? Наверное, не от мамы и не от папы. У меня папа был работник, обычный работник, мама тоже как бы, у меня никого нет в бизнесе, ни в родне бизнесменов, вообще нет бизнесменов в роду, и никто этим никогда не занимался. Все были обычные рабочие и обычные крестьяне. Все. Не знаю, откуда это пошло, как-то вот от самого себя, наверное, с детства. и сейчас, и сейчас, да, если мне на какую-то работу идти, я не пойду. Скажут-то мне там полмиллиона в месяц, я не пойду. Но не хочу я. Так что вот, как-то так. Понял. Супер, спасибо. Короче, ребят, мы сейчас первый прямой эфир финалим, и сейчас начнем второй, сразу, да, подключиться. Давай, давай, полчасика еще посидим. Да, еще полчасика посидим, а потом в кино. романтика с женой. Надо иногда. Так, вторая часть прямого эфира. Нам часу было мало, людям тоже, всем было интересно. Так что, Алексей, добро пожаловать, присоединяйся. Я тебя сейчас подключаю, и мы продолжим задавать каверзные вопросы друг другу. Очень прикольный эфир получается, мне очень нравится. Такой душевный разговор. У меня нравится наш прямой эфир, я думаю, проголосите, там или напишите что-нибудь сердечки. Правда, когда сердечки эфир виснет. Все, подключился. Дубль номер два. Дубль два. Так, сейчас в комментарии сразу я повыше. Так, теперь кто задает вопрос? Ты задаешь вопрос. А, я задаю вопрос. Да. Так. Что бы ты посоветовал новичкам в MLM? вновь прибывшим, вновь, вновь, в который люди вообще не поняли, не имеют никакого, да, представления вообще об этом. знаешь, как это, ты служил же? Ну, 50 на 50 комиссовали. Окей. служил, по сути. Наша там же есть подговорка. Главное в танке, что? Не бздеть. Не бздеть, да, да, да. Тут так же, тут так же. Также и в нашей бизнесе главное не бздеть. Первое, что нужно сделать, это попробовать продукт. Ну, чтобы ты понимал, что он тебе нравится. Да, если ты мужик, пусть жена попробует, тебя это тоже будет мотивировать, что ей нравится. Потому, что без любви к продукту будет идти впаривание, невозможно предлагать бизнес, если ты не веришь в то, что ты продаешь, да? Ну, да, надо попробовать обязательно. Бизнес у нас выстроен на чем? На личном потреблении, поэтому мы не ходим с сумками, мы не продаем. Следующее, что нужно сделать новичку, принять для себя решение, что он в этом бизнесе, и он хочет определенных целей достичь, да, чтобы он просто там, а попробуй, получится, не получится. Если ты начнешь пробовать, то лучше даже не начинать, ты просто подаватишь время. Дальше продукт не бояться, ну как, что я имею в виду не бояться, ты столкнешься с теми вещами, тебе придется делать те вещи, которые ты раньше не делал, и в этом придется разбираться. Выходите из зоны комфорта. Да, здесь ты не один, здесь у тебя есть команда. Это очень большой плюс нашего бизнеса, что ты даже когда захочешь слиться, у тебя это не получится, потому что у тебя есть кураток, который дает тебе по попе, ну как, грубо говоря, по попе, так чтобы улыбнулся, и зачастую куратор, ну твой спонсор, он верит в тебя больше, чем ты сам. В каком другом бизнесе такое возможно, ни в каком, в другом бизнесе наоборот. Короче, сливается чувак, меньше конкуренция, правильно? Здесь не так, здесь нужно доверять, делать то, что ты не делал раньше, мы к этому готов. Командная работа. и дальше, дальше, что еще было? Ну, это, наверное, вот это вот основа, основа, на которой все остальное будет выстраиваться. Когда ты будешь убить продукт, когда ты будешь идти туда, где, ну, делать вещи, которые тебе не нравятся, когда ты займешь твердую позицию здесь, что ты именно здесь, ты хочешь добиться. Я опять-таки обращаюсь, потому что мы начали расти, когда мы заняли твердую позицию, когда мы решили, что мы здесь, мы не стали рассматривать другие компании, потому что мы, говорю, туда-сюда плавали. А был у меня такой вопрос к тебе? Энергия, расходиться не было, мы, короче, именно вот, это будет твоя база, которая позволит мне чуть-чуть удачить. И обязательно обучайся, обучайся, не жди, а, вот еще, что хотел сказать. Не жди тоже маны небесной от своего спонсора, да? Многие любят перекладывать ответственность на своего спонсора. Ну да, типа ты меня пригласил и должен вывести меня в этот, У меня выстраивает партнеров, нет, а я, типа, дам карту, скидывайте деньги. Нет. Это лично твой бизнес, ты сюда пришел выстраивать бизнес, да, я тебе помогаю, ну, я сейчас не о тебе конкретно говорю, а в целом, да, как бы обращаюсь к людям, к новичкам, бери ответственность на себя и фигач, не жди, что у тебя там чему-то новенькому научишь, что спонсор тебе должен все дать, да, он тебя поддержит, да, он тебя подскажет, нужно в момент тебе больше поверить, но если ты хочешь классный бизнес, такой, если бы мы ждали, на самом деле, что нам наши спонсоры что-то будут, то мы, как бы, понимаете, мы были бы далеко еще где-то там, потому что ответственность, ответственность, принимайте решения, обучайтесь, вкладывайте себя, но на этапе, вот, четыре позиции вам вот так вот, вполне записывайте, еще раз повторяю, полюбить продукт, им пользоваться, второе, занять твердую позицию, что еще говорил, взять на себя ответственность, ответственность, да, да, и не сидеть сложа руки, да, и делать, и делать, 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 выходить из зоны комфорта, да, где страшно, там бабки, четыре столпана, которых держится, это все, так, Юлечка спрашивает, как часто вы терпели неудачу в сетевом, почему не ушли, ооо, ты шо, Юль, я тебе хочу сказать, что в начале, это, начало такое, года два, два года, когда мы занимались, именно, открытие магазинов, и у нас-то опыта не было, да, мы же вообще нулячие пришли, и системы не знали никакой, так вот, как котята, потому что, как бы, сетевой, там, своя, здесь своя специфика, она очень прикольная, каждый день, этот бизнес, поначалу, это Леннон был бизнес, да, что мы для нее это делали, просто ей помогал, она каждый божий день, ну, через день, наверное, очень надоедала своему спонсору, лак, Сталин, она как раз, сошла, дурь, нет, в майтапе, когда, вот, что было тяжело, что не получалось, что готова была пустить люди, и здесь, как бы, я ее поддерживал, спонсоры поддерживают, что я говорю, что спонсор, зачастую верит в тебя больше, чем ты сам себя, и он для этого нужен, и мы тогда эти вот два года, мы были директора, мы не росли, ну, мы занимались магазинами, вот, не обновление, то, что мы занимались, в манге, график, все равно локально привязываются, и мы ничего не знали об этом, которое мы... До менеджеров падали? И мы падали до менеджеров, до, сколько там, 15%, до 8, до 12%, до 12% падали, прикинь, блин, два года директор, 23%, и 18%, 12%, короче, вот так вот, вообще, и это был стресс, и было тяжело, и спонсор в этом помогал, поэтому мы бы через это прошли, но, когда мы взяли на себя ответственность, что мы здесь, что это наш бизнес, это не бизнес нашего спонсора, тогда это все ушло, я вот, Лена это четко, всем говорит, и вот помню, говорит, слушай, а что я новую вообще, как бы, я уже, в принципе, это все знаю, все понимаю, все инструменты есть, действительно, это же мой бизнес, причем здесь спонсор, что я могу дать, да и что, она мне помогла, когда могла, чем могла, поддерживала, все, хватит, и тогда все, но этапы, конечно, будут такие, когда ты разочаровываешься, это нормально, эти этапы очень часто, эти этапы очень часто, когда ты только начинаешь в эту индустрию вникать, у тебя, блин, у мозг кипит, и ты хочешь бросить, я бросал раз 20 уже, и все, и мы до сих пор здесь, и не останавливаемся, и вперед, 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 и только, только сейчас, ну, на самом деле, я же недавно совершенно, несколько месяцев прошло, всего, до этой всей темы, так что, не вижу проблем, как бы, только развиваться. Есть, блин, у каждого своя, свой темп просто, кто-то, вот мы, если бы тогда бросили, мы бы сейчас, у нас не было бы машины, ну, может, была бы какая-то, не такая крутая, не была бы, ну, у нас же была машина, просто, понимаешь, дальше, мы бы не так часто путешествовали, мы бы столько не зарабатывали, мы бы сейчас не получали квартиру, квартиру от машины, ой, квартиру от машины, квартиру от компании, блога, вот, всего, бы этого не было, мы бы сейчас себе комфортно так захотели, уехали, захотели туда, захотели туда, не было, много бы людей не поменяло свою жизнь, потому что, сколько партнеров после того, как мы остались, зарядили вот это онлайн-движение, сколько партнеров пришло, сколько мамочек, стало зарабатывать, путешествовать, не отрываясь от своих детей, прямо, и ты, когда об этом задумываешься, может, офигеть, какой ты у нас, представь, их бы просто не было, и как бы, и эти сотни, там, тысячи, ну, когда-нибудь, там, у кого-нибудь, или с кого-то, команды свою создать, и вот уже тогда тебе меньше захочется ныть, потому что я уже истинал, ребенок ответственный, но это, конечно, ты ответственный человек, да, не раздолбайся, если не ответственный, придется это воспитать, куратор, спонсор в этом поможет, Алексей, ты на каком уровне, я спрашиваю, на нормальном, на этапе, на нормальном уровне, все движется, как должно быть, ну, мое видение так, ну, признайся, люди, мы что-то открыты, что нам стесняется, нет, мы только, мы только-только подходим, открыть статус вице-директора, вот и все, в принципе, красавчики, так что, не так хотелось, как быстро это все, как хотелось бы, двигалось, да, но мы, повторюсь, мы пришли сюда вообще ноль, полный ноль, ни шаря, ни в интернете, ни разбираясь, ни в MLM-индустрии, вообще, мы, наверное, только пару, первые два-три месяца, мы изучали, твою школу, сайт вообще этой компании, тестили всю продукцию, вообще абсолютно все, мы попробовали, практически, наверное, все. Но это еще почему было, потому что бизнес был у жены свой отдельный, да, да, у жены был бизнес, у меня свой бизнес, да, то есть мы, как бы, только-только пробовали, нащипали там чуть-чуть, и супруга у меня, Оксана, зафиналила год, мы закрыли ее ногтевой салон, и вот мы только в январе пришли конкретно сюда за деньгами, то есть мы осознанно, как бы, себя настроили на это, и вот, в принципе, у нас там три месяца, по сути, работы, в принципе, вот так, да. Отлично, отлично, это же здесь как маховик, оно накручивается, на приступы, да, да, постепенно, постепенно это все начинает, чтобы дальше выстрелить, нужно, а, потом, и все, так что, не пожалели, в принципе, все нормально, все движется, супер, давай, встретимся в сентябре, и посмотрим, что у нас будет, в том сентябре, в мае, нет, нет, но, ассамблея, вот этот, за финален год, и посмотрим, что получилось, а на ассамблее, конечно, мы будем, увидимся, и мероприятия надо посещать, да, давай вопрос, или я задаю, ты задаешь, а, я буду, так, а, сейчас, сейчас, а что послужило толчком, что нужно фигачить, ну, ну, блин, ну, как это, ну, вот, был у тебя бизнес, было все хорошо, тут уже херамин, и сетевую начал рассматривать, что послужило толчком, что здесь, и ты здесь говоришь, вы смотрели, пересматриваешь, потом, раз, и решили включиться, что, что у вас к этому, ну, смотри, давай, давай чуть-чуть отклонимся от темы, смотри, у жены был свой бизнес, да, она занималась своими ногтями, свой салончик и так далее, у меня, в принципе, оптовая торговля, да, золотом, ювелирной продукцией, не золотом, а ювелирной продукцией, и у меня, в моем бизнесе, есть потолок, до которого, вот, я знаю, что я больше этого, я не заработаю, то есть, как бы я не ездил, не торговал, там, не привлекал больше людей, и не расширял свой ассортимент, есть определенная сумма, которую я выше нее не прыгну вообще, либо это мне надо открывать уже оптовку, прям конкретную оптовую фирму, с менеджерами, нанимать, опять же, сотрудников, чего я не хочу делать, нанимать, опять, расширять штат автомобилей, каждому менеджеру по автомобилю, по водителю и так далее, нужно развиваться, да, и расти, тогда, может быть, через какой-то промежуток времени, год, два, три, у меня бы пошли бы деньги, да, и не факт, потому что у нас рынок нестабильный, доллар скачет, золото скачет, все вообще там, в полной какой-то жопе находится, и также у жены, у нее есть потолок, она вот с утра до ночи пилила эти ногти в своем салоне, и у ней есть потолок, например, там, ну, образная сумма, да, знает она, выше нее она не прыгнет, и также нужно открывать заново новое помещение, расширяться, опять брать на работу уже сотрудников, и так далее, и тому подобное, то есть расширение своего бизнеса, а здесь, здесь ничего не надо, в принципе, для этого не надо нанимать сотрудников, как тебе сказать, тут нет потолка, тут нет потолка денег, сколько ты заработаешь, ты можешь зарабатывать 10 тысяч, ты можешь зарабатывать 100 тысяч, ты можешь зарабатывать миллион и выше, как вы, например, вот и все, вот это включило, потолка денег нет, и нет вложений, нет привязанности к земле, нет линейного бизнеса, нет сотрудников, в принципе, нет вот этой основы, базы бизнеса, как таковой вообще существует, вот меня включило именно это, то есть рост, потенциал еще как бы неизвестен, неизвестен, то есть потолка нет, ну я, например, рассматривал уже, много сетевых компаний, наблюдал за ними, там, что они там делали, как они вообще зарабатывают, и что они, в принципе, на каком они уровне сейчас, и ни у кого еще из них нет потолка, ни в одной компании вообще, то есть, мне кажется, эта индустрия вообще бесконечна, вообще круто, ну вот это включило, классно сказал, очень классно сказал, вот, всем советую, либо ты масштабируешь свой бизнес, и расширяешься, и дальше у тебя будет пропасть, да, вкладываешь бабки, время, и, скажите, чтобы не писали комменты, жена подсказывает, Вов, что у нас виснет эфир, и чтобы люди не писали комменты, вот так вот, сердечки не ставьте, говорят сердечки, да, сердечки не ставьте, у нас все виснет, вот у меня супруга подсказала, так что потолка нет, и, это круто, когда ты не знаешь, сколько ты можешь заработать, все, а, ребят, сейчас скажите, как там, зависает, не зависает, если все окей, поставьте плюсик, пару штук, чтобы мы понимали, что все хорошо, ну, что у меня вообще не зависает, у меня все, картинка, он слышит, все четко, интересно, так, мой вопрос, давай, ты же занимался раньше, ты же был, в интернет индустрии, то есть, ты понимал, что такое интернет маркетинг, что такое, что есть деньги в интернете, да, ты это четко знал, и работал в этом, как ты пришел, именно вот, в сетевую, как ты начал, что тебя включило, то, что ты начался заниматься сетевым, потому что возможности же, если человек занимается, в интернет продакшн, занимается, разбирается там, в рекламе в интернете, там куча возможностей, где можно заработать кучу денег, почему именно сетевой у тебя? Отличный вопрос. Ну, вообще, как я сюда пришел, потому что жена пришла, она захотела на бизнес, все это знают, да, уже говорили, именно почему я включился на 100%, первое, это потому, что у нас уже была большая команда, и так, у нас второй ребенок, жене уже самой тяжело было, я рассматривал, в общем, на тот момент, другие там проекты, но пришел к тому выводу, что здесь уже много всего, а там только надо стартовать, и большая команда, ну, это ответственность, и она сама уже не справлялась, она говорит, нужна помощь, и я бы 100% включился, прям 150, наверное, но почему именно здесь, если бы я ее не поддерживал, да, как бы сказал, нахер надо, все, финально, ну, было же много таких прецедентов, когда она сама не хотела, да, как бы, да, но я хочу сказать, что я, как бы, у нас был, есть основной бизнес, или нет, ну, он же сейчас не основной, сейчас основной, бесси, я открывал тоже разных, много бизнесов, какие-то были успешные, какие-то менее успешные, например, там, ремонт строительства, не строительство, ремонт элитного отделка квартир, там, дизайн, а потом производство жалюзи, не именно продажа, а производством занимались, а потом такси, там, ну, трансфер был, я понимал, что, ну, и весьма мониторил рынок, искал себя, мне уже надо же, бля, когда ты уже определишь, сколько можно мониторить, уже надо, что-то вам еще какую-то нишу, хватит, занимать какую-то нишу, зарабатывать в ней, развиваться, да, да, ты что-то там ищешь, ищешь, а я всегда, чтобы мне по душе было, и чтобы я зарабатывал там, и я понял, что везде нужно влить, как минимум, лям, денег заложить, и еще, ты как минимум, отобьешься ты или нет, и как вообще в бизнесе, я видел много ситуаций, когда вот у тебя есть сотрудники, ты в них вкладываешься, даешь там, обучаешь, какие-то тренинги даже проводишь, там, нанимаешь людей, которые это делают, потом какой-то моржовый, подрастает, оперился, он типа, повысни зарплату, а ты же, блин, не могу, повыси, а я не могу, ну, до свидания, уходишь, открывать свое, да, реально, очень часто это видел, я понимаю, что я так буду в кого-то вкладывать, он потом скажет, до свидания, это большие риски, я, когда мы начали этим бизнесом, с этим заниматься, помогать, я увидел, что здесь этой модели нету, ну, то есть здесь нету, что ты вкладываешься, а он может взгрызнуть, и до свидания, увел базу клиентов, задепинговал, и все туда перешли, а ты сидишь и палец, нет, мне это очень откликнулось, что не нужно вложений, тоже, многим непонятно, что думают, как бизнес без вложений, это какой-то разводняк, но реально здесь не нужно вложений, если рассматривать вложения, время, и свои знания, ну, это же все равно, это не вложение, это останется у тебя, это развитие, развитие себя, как личности, это шевеление твоих мозгов, с тобой, и ты, всегда останется с тобой, и ты везде это можешь применить, так же, как я обучался маркетингу, там проходила какие-то курсы определенные, это и дало мне определенную базу для этого бизнеса, наверное, для этого все и происходило, чтобы здесь наработать определенную базу, здесь это внедрить, так же я создал, смог создать свой курс для МЛМ предпринимателей, который смог упаковать красиво, ну, дал мне Бог, наверное, упакуй и кайфуй, хвастаться, но дал Бог эстетическое такое, я эстет люблю красиво, чтобы красиво, молоденько, что-то было, упаковать это, и чтобы это было логическое, потому что я не тоже, чтобы это было по полкам, и красиво, и как бы создал этот курс, упаковал, и людям приношу добро, и без, ну, вложений-то нету, конечно, нужно вложить в маркетинг, потом будет там рекламу, но я же, соответственно, заработаю, это не те суммы, не миллионы, не полмиллиона даже, но меньшее вложение, оно давать уже больше, при этом я, люблю проводить время с семьей, ну, так сложилась специфика, я говорю, опять-таки, первого бизнеса, когда было все шоколадное, я с семьей, я с детьми, ну, тогда с ребенком, в любое время взял и уехал, в любое время перейти в другую страну, все еще, здесь то же самое, я все сопоставил, все, все, другое вообще не рассматриваю, да, просто факты закончили, больше, да, да, как ты сказал правильно, что этот бизнес закрывает все мои потребности, квартира, машина, путешествия, деньги, признание, раньше думал, как признание, мне это не надо, что вы говорите, ну, это кайфово, ты стоишь на сцене, люди тебе, не то, что ты так, блять, бог отца, признание, в плане, что они благодарны тебе, что ты повлиял, как-то на их жизнь, повлиял на их жизнь, и дал толчок к развитию, они тебе говорят, спасибо, ты, это такая энергия крутая, где еще на какой-то работе, тебе будут приходить, и говорят, праздничать, в пенсионном фонде, бабушка, тебе будут подходить, спасибо, внучок, вот тебе шоколадка, понимаешь, а тут как бы все глобально, машина очень глобальная, и все работает на тебя, тебе два действия, курируй и рекрутируй, все, больше не ты не надо, так что так, продуктивный, хороший объект, но схожие мысли-то, схожие, все, братан, братан, сейчас, сейчас, о чем мечтать жизни, и двигать ли эта мечта, тобой, в бизнесе, о чем мечтаю я, о чем я мечтаю, ну, прям, такой вопрос-то, слишком, слишком развернутый, я же вообще, обо всем, я о многом, о чем мечтаю, да, ну, двигать ли эта мечта, тобой, в бизнесе, ну, конечно, это же, это бизнес, бизнес, это толчок, это, основа, тебя, к подвижению, твоей мечте, к приближению, мечта, наверное, из материального, это, естественно, наверное, хороший, красивый дом, на берегу моря, вот, наверное, всегда я хотел, жить у моря, я везде побывал, я всю, излетал всю Россию, там, какие-то страны СНГ, там, еще что-то, и я хочу жить у моря, вот, у меня есть мечта маленькая, жена уже поддерживает, в принципе, я уже, как бы, близок, то, что она согласна, то есть, переехать к морю, то есть, жить на море, это материально, да, какие-то блага, там, хороший автопарк, и там далее, и тому подобное, я вообще обожаю машины, и у меня их, наверное, будет очень много, сейчас у нас, как бы, две, да, пока, но стремимся, но из материального, жить у моря, дом, естественно, не квартира, квартира, наверное, у моря, хочу дом, значит, такими зеркальными стеклами, это материально, а то, что касается, там, какой-то другой мечты, у меня два сына, первому десять, второму полтора, маленький тоже, как у вас, точка, наверное, может, когда-нибудь, лапочки, дочки, ну, почему бы и нет, третий ребенок, может быть, когда-нибудь, да, наверное, вот так, а все остальное есть, в принципе, вот как-то так, и этот бизнес, он продвигает меня к этому, не мой основной бизнес, то есть, там нереально это сделать, какие-то материальные блага, да, чтобы переехать куда-то, или еще что-то, а вот именно вот в этой индустрии можно развиваться, и он приближает меня к этому результату, можно так сказать. тем более, сейчас вот квартирная программа, я думаю, что имеет смысл пофигачить год-два, да, да, чтобы потом, да, не какие-то там двадцатилетние, как их там называют, ипотеки, да, сделать квартиру, ну, как на халяву, ты, конечно, поработал, но чтобы тебе вот сказали, пожалуйста, на, а есть еще и быстрее делать, я там пару секретов знаю, но не буду афишировать, потому что, вы не давали мне такого права, но и быстрее делать, понимаешь, квартиры покупают. Ну, вот о чем и речь, что здесь потолка нету. Есть партнеры, которые за год купили квартиру, компания, ну, то есть, получили премии, вот те, потымка, а, круто. Где ты еще такое найдешь? За год, не найдешь. Не, но может где-то есть, как бы. Нет, но каждому же свое, понимаешь, есть же какие-то бизнесы, другие бизнесы, где-то можно стартануть, там еще какой-то стартап, там, возможности куча, но ты, да, продать, либо ты, либо ты вкладываешь реально кучу бабок в это, либо ты просто отжимаешь это у кого-то, вот и все, тут два пути, либо ты вкладываешь, либо отжимаешь, а вот тебе третий, третий путь, MLM индустрия, не вижу проблем вообще этим заниматься, вообще не вижу. Так что, давай, последний вопрос тоже, уже как раз полчаса будет, за финалем, вот что бы ты хотел, у тебя же там много? За финалем, ну, блин, есть, да, сейчас, сейчас, но мы, кстати, в процессе общения, мы уже ответили, в принципе, на все вопросы, давай, наверное, встречные вопросы тебе задам, к чему ты движешься, какая у тебя цель, ну, есть же какая-то цель, дети, может быть, да, ну, первая основная цель, это закрыть маркетинг-банк компании, забрать миллион евро, премия, это, дальше, я хочу, ну, я хочу, чтобы, я, когда иду, у меня, раньше была такая мулька, она потом исполнилась, я просто об этом думал, она исполнилась, я это понял уже через 10 лет, когда это произошло, сейчас отступление такое сделаю, тоже это по поводу мозгов, когда вот заканчиваешь школу, да, там, университет, там, встречаешься с одноклассниками, что они обычно спрашивают, что ты, где ты, сколько денег зарабатываешь, у всех один стандартный вопрос, сколько денег, сколько денег, она как будто письками меряется, и я бы, какой-то момент, начнешь говорить, а потом 100 вопросов, я, короче, говорил, это при Украине было 30 тысяч гривен, но это порядка была десятка зелени, для Украины это, это какой год, средняя заработная оплата была 2000 гривен, я говорил, тридцатка, и тогда все вопросы, потом дальше мне ничего не задавали, ну, ну, окей, знаешь, все, либо в шоке, они успокоились, да, да, и потом прошло где-то года три, после этого, и что-то у меня в голове, я такой, так, сколько я зарабатываю, я, ну, в долларах я зарабатывал, я такой, на гривны перекинул, и такой, бля, тридцатка, ну, прикинь, тридцатку я зарабатываю уже, просто тогда от балды ляпал, а у меня сейчас тридцатка есть, думаю, ахеретика работает, прикинь, как бы, я просто верил, я говорил, верил в это, хотя, я тогда зарабатывал 2000 гривен, там, 2500, 3000 гривен, я еще официантом работал, мысли материально, да, вот, и, здесь, забрать лям, и хочу, чтобы сейчас, когда я шел в какие-то магазины, что-то хотел купить, куда-то поехать, я бы не смотрел на цену, мне нужно детей в Диснейленд, семьей провести, бас, поехали, я не думал, где брать, там, свободное время, выделить, билеты купил, улетели, когда, шел бы, там, какой-то магазин, купить часы себе, я бы не смотрел, там, что, где сэкономить, хочу вот эти, беру эти, все, потому что я хочу, я здесь уже, у меня, наверное, такая мечта, чтобы вот, не смотреть на цены, и позволять себе, ну, то, что я вот хочу, захотел родителям, там, бате машину купить, у меня есть, тоже одна цель, батя, ну, еще в детстве, он мне шутка говорил, вот, купишь мне мотоцикл, байк, я одену куртяк кожаный, и, короче, буду маслать, вот, наверное, как бы, вот, такую мечту хочу успеть, исполнить ему, купить мотоцикл, но, сейчас, наверное, это будет машина, я, конечно, спрошу, исполнить такую, то, чтобы я, не сильно, пожалуйста, захотел, и сделал, понимаешь, вот, меня вот это движет, чтобы мои дети, я не хочу сказать, что у меня было тяжело детство, или какое-то там, голодное обедание, нет, у меня было прекрасное детство, ну, чтобы они жили лучше, чем мы, начинали лучше, чем мы, так скажем, знаешь, съездить куда-то за границу, это было нормой, а не то, что, знаешь, кто-то раз там съездил, и начинает пальцы гнуть, да, я там жили-были, после этого, даже, ну, это норма, съездить куда-то в отель, там, на берег моря, или куда-то там, сгонять в другую страну, да, это была нормой, это не было, как понты какие-то, чтобы она жила и понимала, что это хорошо, да, просто норма жизни, это должно быть, и когда у ребенка, это все установки определенные с детства, вот хочу так, вот такие вот мечты, ну, конечно, там можно глобально, там, говорить, машину, не, ну, это понятное дело, что, если по полочкам, как ты любишь раскладывать, там просто список будет, ну, нереально, да, да, основа-то, ну, основа-то понятно у всех, в принципе, наш бизнес-то позволяет это делать, ну, стремиться к этому, там же куча, куча примеров, куча возможностей, что люди не привязаны, вот, не привязаны к месту, это вообще круто, то, что ты, там не ходишь на работу, не встаешь там рано, ну, может кто-то жаворонок, ты любит там вставать, там, я не такой. Это, когда тебе удобно. Да, 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 и делаешь то, что тебе удобно. Либо ребенок маленький не проснулся. Да, 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 6 утра, и все, привет, папа. Да, чтобы время проводить с семьей, быть, кайфовать, я люблю говорить, кайфуй, кайфуй, можно подвести кайфу, курс у меня тоже называется, упакуй и кайфуй. И люди, многие говорят, блин, слушай, а реально же так и есть. Создай вот свой бизнес, ты его настрой правильно, ну, грубо говоря, упакуй, и все, ты можешь кайфовать. Ты делаешь простые вещи, ведешь бизнес с телефона, с этой маленькой коробочкой, которая у тебя всегда в кармане, все. Да, но с обычным бизнесом тебя не получится кайфовать. У тебя всегда будет какой-то геморрой, но по-любому. Слушай, Леха, 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 Мы в одном помещении, стены одинаковые. Не, у нас кирпичики разные, у нас, видите, у нас, у меня, у меня за окном вообще там, помойка, видите, у меня снег не растаял, так что. У меня вот, все. Так что у нас все разное. Розыгрыш, когда спрашивают, а сегодня будет 7 часов розыгрыш, я там конкурс проводил, так что. ГИФ, да, так что подключусь, посмотрю. Так, ну в целом все, ребят, давайте еще, может кто-то задаст вопрос, ответим и будем в финале. Если нет, тогда мы будем прощаться, надо в кино успеть поехать. Сегодня с Тихоном привезли бабушку, вот, чтобы и с детьми осталось. Ну, это же круто, ты что, вечер, вечер, провести с женой, без детей, самое то. Романтику надо, романтик устроить. Да, согласен. Спасибо, друзья, спасибо. Ну что, всем удачи. Все, иди, куляй. Потом свой прям эфир проведешь. Ну, она у вас скоро, я думаю, начнет это вести, она такая, девчонка, это у вас. Любит, любит. Она вот в сторис, знаешь, прикольно пишет, очень прикольно смотреть, мне нравится. Наблюдаем, наблюдаем, прикольно. Саня, а вот и кум тут мой, кум, может у тебя какой-то вопрос, задавай, пока есть Алексей, может там, а вот, я сейчас, наверное, за Саню тебе задам. Кстати, давайте поздравим, моего кума, у него недавно родилась дочка, у него уже трое детей, два близнеца и третья дочка. Круто. Круто. Он прям мужик. Марафонец. Красавчик. И у него есть основная работа, и вот он тоже думает, как сюда идти, не идти, как найти время, что ему делать. Ну, понятно, ему же хочется своей семьей, а сейчас он ее видит только, когда в отпуске. Вот, что бы ты ему посоветовал? Ну, ты же тоже, как бы, пришел со стороны, грубо говоря. Как принять решение, как начать этот бизнес. И стоит ли заморочиться? Ну, по-любому, по-любому стоит. Ну, как вот, как я вижу вот этот, всю эту индустрию, как я человек новый пришел. Да ничего, ему просто начать и делать надо. Не надо откладывать, не надо думать, надо просто, либо ты делаешь, либо ты забываешь про это вообще. Ну, мое видение так. Найдется время. Это все, знаешь, это детские отмашки, что никогда нет времени. Ешь и ночь, спи меньше. Ну, как вариант. Масса, в принципе, возможностей. Тем более, у нас же нет такого, что у нас для бизнеса что-то там какое-то глобальное нужно. У нас нужен телефон. Все, в принципе, телефон и твои знания. Тем более, он у вас под боком, он твой кум. Подскажешь, поможешь, как мне изначально, и все, в принципе, нормально. Надо просто, либо ты делаешь, либо ты забываешь про этот вообще бизнес, и работаешь на своей работе. Все. Санек, если было полезно. Нет, надо просто... Чтобы там что-то сказать тебе, знаешь, там, просто вот взгляд со стороны, Леха, мужик, тоже пришел, пришел и до... А, там люди написали, сколько ты зрел для сетевого? Вот, хороший вопрос. Один день. Ну, ну, вот он, один день. Днем мы были на мероприятии, с утра я решил, все, один день. Ничего не зрел, ничего, ничего не изучал, ничего не знал, вообще, я просто сказал, да, мы согласны, как бы, ну, я в теме, все, один день. даже полвития. Потому что ты увидел, что есть деньги, да, и дальше... Да, я сидя на... Я сидя на ассамблее, на... Как его? Банкет. Банкет у нас был. Я там создал аккаунт Инстаграма, вот этот, биосик Астромар. Ты сразу начал. Я сразу, да, прям вот, мне там, ну, давай, давай, все, я создал тут же, и все. Ну, вот полдня. Полдня понадобилось, чтобы принять решение, так скажем. Ничего не думал. Так что, Санек, будем в Москве, так что, будь времечка, лучше найди времечка. Приезжай вот с Алексеем, пообщайся, еще ребята будут, там, семейные пары тут приезжают. Ну, понятно, у тебя сейчас там, конечно, дети, мы постараемся с Леной заскочить, к вам обязательно, малышей, крестников увидеть. Вот. В любом случае, будем очень рады, если ты к нам присоединишься, вот, и будем тебе помогать, Алексей тоже сюда на связи, подскажет, подскажет. Круглосуточно. А мы же всегда круглосуточно. Все всегда с телефонами. Так что, надо попробовать. Удачно переспал. Переспал с и день. Удачно переспал. Все. Ну, все, ребят, спасибо, что были. Да, всем счастливо, всем пока. Окружение решает. Окружение решает. Леха, спасибо тебе, что настоял, потолкнул к этому эфиру. Да не, прикольно получилось, будем практиковать. Да, идея была, а потом, короче, надо, и все, видишь, пока идея есть, как вот, правильно, 72 часа, идея есть, сразу договорились, сразу решили. Ну, так бы и тянули. Все, думаю, что было полезно, показывайте мужьям, еще эфир 24 часа в сутки, я его, кстати, постараюсь сохранить, сделать такой видос, на канал мы себе зальем, тоже будем давать смотреть. Если что, пишите мои следующие вопросы, там, озвучим в других эфирах. Да, вообще, да, без проблем. Ребят, супер, спасибо вам, обняли, поцеловали, как это было. Обнял, приподнял, подкинул, да, да, все, давайте, счастливо.